Дорогие друзья, мы продолжаем, и я с громадным удовольствием представляю наших следующих выступающих. Это кинорежиссер Константин Викторов Свердлов и его подруга, соавтор многих проектов, жена, и у них произведение искусственное, замечательное, это Екатерина Лух-Толмачева. Это мои давние друзья, которые какую-то часть жизни в роли учеников даже были, ходили на семинары, и мы давно плодотворно сотрудничаем, в частности, один из плодов этого сотрудничества – фильм «Танец бесконечности», который монтировался именно в арт-палате в центре Москвы, в старых действительно палатах традиционных московских, там 15 века, вот расположена студия Екатерины и Константина, где они делают свои творческие проекты, где масса интересного происходит. Они только что с напряженных съемок, трое суток без сна, идет последняя работа над их, последним проектом над фильмом, таким, где очень много транспарционального опыта воплощено. И они сегодня вот немножко обещали раскрыть свою внутреннюю лабораторию, то есть показать, вот из какого материала жизни делаются транспарциональные фильмы, ну и показать некоторые свои произведения в кино, в театре, ну и в жизни, наверное, да? Так что поаплодируем Екатерине Константину. Раскрывайте свои уши, глаза и внимайте. Привет. А все, кто здесь, наверное, ученики Володи, да? Ну, наверное, нужно сказать, что, наверное, в 2006 году, по-моему, мы с Володей познакомились, и вот лично я года, наверное, 3 или 4 качественно дышал в Володе. И много-много разных опытов, дышал-надышал, и теперь это, наверное, как-то вот зернами в наших всяких разных работах выплывает. Наверное, лучше всего, я скажу так, в прошлом году мы пропустили, Конгресс не смогли быть, потому что в России не были. Несколько лет до этого у Володи участвовали в мероприятиях, и старались сделать какие-то маленькие сюрпризики. Вот, например, приходили с перформансами, кстати говоря, кто-то даже видел. На сайте-то есть эти безобразия. Да, да, выходили, сделали, вот Володя какие-то работы просил показывать, а что-то мы театральные импровизации всякие разные были. На самом деле не импровизация, а подготовка всегда присутствует. Вот, и что-то из старых, наверное, наработок потом стало клипами, какие-то другими работами. Хотели показать одну из таких вот, один из таких примеров. То, что родилось, как раз. Да, мы на... Да, с кем дальше? Пирко? Да. Работа, которую мы хотим сейчас показать, она на самом деле родилась благодаря позапрошлому трансперсональному конгрессу. Мы готовились с театром к выступлению и хотели раскрыть тему женской сущности, женских архетипов. И вот мы с нашим женским коллективом, с женской частью нашего коллектива собрались. И вот у нас родилась вместе с классом, как режиссером, такая какая-то зарисовка. Довольно такая свежая была, еще пробная. И она нам очень понравилась. И по отзывам людей довольно такой интересный был отклик. И мы решили, что ее надо продолжить. И потом, несколько раз ее еще показывали. И в итоге поняли, что это очень как-то созвучно с творчеством певицы Пирокоа. Может быть, вы знаете такую? Австралийская певица Пирокоа. Да, она как раз очень много рассказывает про женские архетипы и образы. И раскрывает женскую сущность. И мы с ней связались, и ей очень понравилась эта идея. И мы сделали вот такой вот клип, который сейчас вам покажем. Ну вот, собственно, конгрессия, рождение было в истории. Мы скажем так, что это, наверное, больше интуитивное такое творчество. Это я не могу сказать, что это простроенная линия, как вот клипы для одно-но, например, где мы делаем. А это, наверное, больше на эмоциональном уровне воздействия происходит здесь. Давайте покажем. Ну, значит, те, кто... Одна из героиней этого клипа – это секретарь Всемирного транспарционального конгресса 2010 года, Аня. Другая – выпускница программы, как раз транспарциональной психотерапии и консультирования. И, ну, третья – это Аня. И там еще остальные, которые не из прямого транспарционального. Вернее, третья – это Катерина, там Аня другая. И остальные две девушки – это из других властей. Ну, тоже. Ну, вот, в основном, вентилятор. Почему-то в тот момент времени было близко замышление насчет про матери, богини-матери, насчет женской природы. Наверное, тоже не случайно, потому что пространство само как-то вот так вот проникало. И через некоторое время это очко появилось. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok У holdem Я был временем на этих месяц Это была внутри тоже девочка Вот давайте сразу покажу Потом расскажу почему А, кстати, это ещё нигде нет ролика Потому что она в фестивале сейчас участвует Так что не снимайте на MTV Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 В Казахстан у нас была задача такая Нам нужно было показать У нас была идея такая Откуда невидимый взор Который летит и показывает разные стороны У нас не было показывать задачи только прекрасные стороны Мы показывали, как оно есть, как мы видели Мы когда в Москве готовились к этой работе Мы списки составляли из чего может состоять работа Назначение которой — передать дух страны Нашими глазами Мы разбирали, что нужно в базарной площади, лица людей, деревни, показать прекрасное, ужасное. Ну, как-то непредвзято, как наблюдатель. Чистым взглядом ребенка, да? Вот хотелось, да. Поэтому мы как бы здесь видели разные стороны. Там еще много боли в этой стране после полкодовского режима. Там много прекрасного. Они еще современные люди. При этом они еще как будто бы лет на 30 назад живут. В общем, там время перемежалось. Вот, Володь, спасибо, ты нас, когда сейчас описывал, представлял, мы сделали внимание, выделили, ты сказала, внутренняя лаборатория. Приятно, спасибо. Да, мы на самом деле в какой-то момент мы поняли, что вот Лу, она занимается театральным направлением больше у нас в команде. Я занимаюсь как киношным. Мы поняли, что в какой-то момент такой идет сплав, эксперимент, в принципе, разговор о творчестве как о мистическом явлении. Мы в какой-то момент жизни начали понимать, ну, пришли к пониманию, что нам нужно приглашать разных друзей, представителей разных направлений, театральных, киношных, и делать формат творческой лаборатории. И вот несколько раз в неделю, на протяжении нескольких лет, к нам приходили актеры, режиссеры, люди, представляющие психодраму, плейбэк-театр, контактную импровизацию. И назначение этого эксперимента было обмен опыта. Вот. Мы так друг друга все прокачивали. В какой-то момент мы поняли, что эта форма, она уже перерастает в следующую семинарную, такая семинарная, семинарный формат. Мы начали делать тренинги по раскрытию творческого потенциала, назвали это «Пробуждение орла». Орел для нас – это как символ творчества, ну, как если брать кастанедовские, толтакские традиции, это тот самый нагваль. И мы понимаем, что поскольку мы все по образу и подобию, мы все наделены возможностью творить. Многие люди боятся к этому подступиться, многие люди думают, что есть паттерны, и они думают, что я не творческий человек, я не наделась способностями. А вот мы глубоко убеждены, что каждый может творить, каждый может пробудить в себе этого орла и расправить крылья и парить. Вот. Мы в какой-то момент поняли, что вот эти лаборатории, которые мы делали, мы взяли оттуда упражнения, подружились с разными мастерами и решили делать такой вот мастер-формат, мастер-класс-формат. Вот. Это что касается нового направления нашего. Вот. А хочется теперь рассказать немножко про трансперсональное кино. Володя, садим, позвал, пригласил? Может быть, кто-то хочет что-то спросить? Да, хотелось бы, может, какую-то обратную связь услышать. Немножко диалога, что мы сегодня что-то говорим, говорим. Я просто хотела бы говорить за точную ролью, где я бывала на настройках. Мы очень-очень здорово сняли. Спасибо. Супер. Спасибо. Я бывала на многих кинематографических кинофестивалях, там была организатором, но я посмотрела хаосное кино. Я не буду говорить, что это хаос, но правда власть. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Вы знаете, это был, если немножко приоткрыть там кулисы за кулисой, это только показать. Это был очень сложный для нас проект. Но для меня, конечно, это... Лично для меня это был, он мне сложно давался. Это единственный проект за 9-летний опыт кино, с которого я думаю уехать даже. Потому что там такая очень сильная психическая нагрузка была. Дело в том, что принцесса, там баджийская двоюродная принцесса, которая одна из заказчиц была, она... Это, наверное, самая сильная женщина, которую я встречал в жизни. Вот. У них были... Они вроде как нас позвали и попросили, как представителей европейского, западного кинематографа, сделать определенного формата работы. И нам сказали, что, в принципе, вы творите, в ваших руках все делайте. А в итоге получилось так, что у нас почти не было никакой свободы, и нам очень сложно этот проект дался. Вот. И мы его делали максим... Мы старались максимально искренне сделать. И это одна из тех работ, которую мы сделали совместно с другим продакшеном, с продакшеном Ксенией Кулешовым. И мы его отпустили. То есть, в принципе, он много у нас крови попил, энергии попил. Мы поблагодарили проект, попрощались с ним, и все, он как бы отправился на фестивали. И сейчас мы как-то с ним растождествились, мы живем, делаем дальше проект, и узнаем, что он, оказывается, участвует в фестивалях, и еще побеждает в фестивале. Вот. Вот прямо сейчас уже живая ткань. Вот. Он, например, в Португалии вообще полюбили эту работу. Он на трех, кажется, фестивалях уже победителем стал этот проект. Вот. Но мы про него и не вспоминаем только, когда вот... А вы знаете, вот, принцесса восприливает, и ей понравилось? А вы знаете, вот есть такой секрет, что именно вот этот... У нас, мы же говорили, что у нас будет две версии. Одна версия – это фильм для принцессы, который тоже здесь в этом списке у Володи есть. А вторая версия – это наш клип, который будет наш, в европейский взгляд. Она, в принципе, довольно-таки расходна. То есть, ну, она получила две работы. Вот. Есть второй еще. Я вам могу фрагмент показать, если интересно. А мы сейчас с тобой смотрим, который... Это наш взгляд, да, наш трансперсональный взгляд. А вторая – это работа, посвященная танцу камбоджийским. Здесь есть такие моменты, где потанцующая абсара, девушка, которая гнутся по пальцам, там все, она это делает. Это мистический, религиозный древний танец, который принцессы восстанавливают. Вот. Он ритуальный. И вот этот фильм, который мы снимали, он танец. Про этот женский храмовый танец. Я вам сейчас покажу то, что касается только трансперсональной тематики. Я не буду его целиком. Он большой. Я покажу начало и покажу себе как конец. И поскольку мы наши... Мы, знаете, в какой-то момент себе пообещали, что даже если мы будем делать коммерческие проекты, нам на что-то нужно жить, поэтому мы выполняем рекламу и всякие коммерческие задачи, мы все равно будем честными перед самими собой и будем везде хоть какие-то зерна сеять, ну, как бы нас самих, в общем, в душу вкладывать. Поэтому все, что мы делаем, мы не беремся, мы делаем честно. Вот. Вот этот проект, например, мы... Я не могу сказать, что он драматургически был к близости, но, тем не менее, вот мы как-то себя постарались сюда вкладывать. Земля. Наш общий дом. На протяжении тысячелетий мы обустраивали его. Мы смогли построить много комфортабельных городов. Победили большинство смертельных болезней. Мы смогли полететь в космос. Но при этом мы часто разрушали себя. Различные расы, национальности, религиозные группы становились жертвами жестоких расправ. Насилие оставляло шрам в памяти семей и поколений. Это знание объединяет нас и помогает вместе искать пути к исцелению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я параллельно расскажу, что мы все, я не буду показывать все, но тут история про девочку. Девочка деревенская, в которой бабушка находится в глубоком унынии, в депрессии после режима полпота и вот этих красных миров. Она не видит дикой жизни, не видит никаких красок и девочка пытается ее как-то вернуть к жизни, пробудить. Она ходит в храм, молится богам. И однажды днем она обращается к статуе, статуе, на которой изображает богиню Абсалу. Она обращается и просит, я хочу быть такой же прекрасной, как ты, подари мне, можешь в меня вселиться и подарить мне немножко своих навыков. Вот это статуя, дух, который живет в этой статуе, он вселяется в маленькую девочку, и девочка начинает проголюдаться, и в ней, значит, появляется танец. И потом однажды днем бабушка видит, что ее внучка, она танцует, и оказывается, что бабушка, она раньше была до Хмера, она была танцовщицей королевского двора. И она таким образом начинает подглядывать за свою внучку, идет к храму за ней, и видит, что девочка, она делает невероятные, потрясающие вещи, и в этот момент бабушка пробуждается. Это абсолютно мерзкая история, камбоджийская, и они нас просили максимально соблюсти, вот полностью вот так вот живет Камбоджий, вот эта школа камбоджийская, вот, и так, как они мыслят, как они ходят в храмы, они сильно обращаются к этим статуям. Вот, ну, и здесь, как бы, максимально у нас была задача отразить не свой европейский взгляд, а вот взгляд замечательного камбоджийского жителя. Вот, я сейчас поднимушек подпущу, и ближе уже к трансперсональной теме. Музыка, кстати, музыка, которая здесь играет, это... Композитор этой музыки, это Павел Провин, один из групп «Одноно». Володя хотелось бы сегодня позвать «Одноно», но они отсутствуют, они в Индии. Вот их музыкальный продюсер, это музыкальный продюсер этого фильма. Амазор Амазор Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Сейчас я еще покажу фрагмент, который поясняет, что это вообще назначение этого фильма. То есть бабушка вышла из состояния уныния, она стала преподавать танец ритуальный, создала школу для трансащиц, и это то, что на самом деле делает принцесса. То есть бабушка про образ, про образ, про образ ее, это принцесса. И для принцессы очень важно, что она древние ритуалы восстанавливает в этой стране. Мы когда соглашались ехать на этот проект, мы думали, что... В управлении режима Красных Меров была уничтожена четверть населения Камбоджи. Погибли люди из всех областей знания и науки, а также их семьи и родственники. Были убиты тысячи буддийских монахов, а многие храмы были разрушены. Музыка и танцы были запрещены, а школы были закрыты. На создание фильма нас прихновила подлинная история женщины по имени Равин Карет Кокса. Когда режим Красных Меров рухнул, после 22 лет изгнания Равин вернулась в Камбоджи. Там она стала помогать людям восстанавливать утерянные ремесла и традиции. В 2007 году Равин создала деревенскую школу классического кхмерского балета. Школа дала возможность детям из отдаленных провинций в районе храма Банте-Ис-Рей сохранить и продолжить традицию этого древнего искусства. В школе Равин ввела преподавание медитаций и молитвы, обращая внимание на изначально сакральное значение танца. Сегодня эти священные танцевальные ритуалы практикуются уже более чем в 30 храмах анкоров. Ребята, если есть обратная связь и вопросы, давайте в форме диалога можно общаться. Хочется просто сказать здесь, что мы когда подписывались под этот проект, мы думали, что поскольку у нас двоюродная принцесса в Камбодже, живущая, правда, в Лондоне всю жизнь, она нас пригласила, у нас будут все возможности, мы открыты, мы сможем вообще иметь доступ, куда вообще другие не могут. А выяснилось, когда мы приехали, что оказывается она персоном Монграта, она примерно как Чи Гевара в Камбодже, и каждый раз, когда она приезжает, это для премьер-министра, который является ее дядей, это большой стресс, потому что она на ее личном содержании 14 тысяч человек, она восстанавливает школы в деревне, а ее дядя, он один из тех генералов красных миров, который сейчас премьер-министр, он управляет страной, и там большая коррупция. И когда появляется эта женщина, то за ней все следят. На нее было несколько покушений уже, она живет всю жизнь, в общем-то, в таких тисках, она не согласна с тем, как управляется эта страна, она за нее очень переживает. Она жесткая женщина. Поэтому у нас был строгий контроль, что мы делаем, оказывается, что мы не могли, мы думали, что мы будем везде в любых храмах снимать все, что мы хотим делать, оказывается, что мы должны были очень это втихая снимать, когда охрана отворачивается, мы должны быстро это все как-то снять. Она нас спросила, говорит, я не могу сейчас идти, потому что я не поддерживаю коррупцию, и я не могу договориться с этими охранниками, они работают на моего дядю, а это все коррупция. Она говорит, поэтому вот вы возьмите, вот дайте 20 долларов охраннику, потому что вы можете, а я не могу. Тогда вы можете будет снять. И у нее побуждения благие были. То есть она хоть и хочет показать миру вот этими проектами, которые она делает, что Камбоджа имеет шанс, что каждый имеет шанс, и что сейчас современная Камбоджа, она пробуждается. И вот, и мы показывали в предыдущей работе, мы показали праздники, ну, вот действительно, как будто мы показывали, там вот так все равно есть. Вообще-то, при этом достаточно современные люди, но там много более. Вот, если возвращаться к трансперсональному творчеству, почему именно так? Вообще, Кволодик попал когда-то, прочитав книгу Стэна «Космическая игра». Она вызвала революционный какой-то эффект в моем сознании. Книга ко мне попала после опыта клинической смерти и полугодовой болезни тяжелой инвалидности. И когда я прочитал эту книгу, я прочитал про шаманскую болезнь и понял, что это все. Мне вот нужно обязательно найти этого человека, который издает эти книги, и прийти понять, что такое вообще холотропное дыхание. Я пришел к Володе, и Володя, мы как-то сразу так сконнектились. И Володя мне, в общем-то, можно сказать, открыл многие двери потом. Он меня познакомил с Эдуардом Сагалаевым, который меня потом в мире кино сказал, куда мне идти, куда мне поступать, где нужно учиться. Познакомил меня с действующими режиссерами, которые меня консультировали. И, собственно, после опыта умирания все смыслы прежние, наверное, куда-то исчезли, растворились. И появился главный вопрос вообще, ради чего оставаться, что вообще делать теперь, когда, ну, как монахом, какой конфессии теперь быть, если уже не имеет значения, какую рубашку одевать, там, христианство или ислам, когда видишь все единому, когда ты понимаешь, что это состояние космического ребенка, о котором Володе рассказывает игров. Ну, и, знаете, я в какой-то момент понял, что, наверное, есть смысл что-то, о чем говорить, о каких-то самых важных и базовых вещах. Но как к этому подойти, понятия не имею вообще. Что такое кино, не знаю. Но понял, что из всего, что можно выбирать здесь, это кино, наверное, мне просто интереснее всего как-то с детства. Потому что в детстве отпечаток моего сознания оставил оператор Михалковский, такой Элиз Барб Караваев, который пришел когда-то к моим родителям в гости с большой камерой и меня впечатлил очень сильно. Я, в отличие от многих других детей, которые хотят стать космонавтами, когда вырастет, я понял, что я хочу стать оператором. Об этой истории мне моя мама много лет спустя, когда я уже стал режиссером, она мне напомнила, ну, в принципе, достаточно недалеко от оператора, но, в общем, кинематограф. И я понял в какой-то момент, что если я хочу говорить на эти темы, то мне нужен какой-то инструмент. Ради этого стоит вообще побороться. Я готовился, наверное, к поступлению несколько лет. Я вообще раньше был страшным раздолбаем. Первое образование юридическое, оно пролетело так за пивом с друзьями. Я благополучно подарил друзьям, когда у родителей, когда закончил первое образование, свой диплом, и сказал, что я свалил. И уехал на Тибет. На Тибете тяжело заболел и вернулся почти что уже мертвым. И вот была такая, ну, опыт умирания, сам опыт клинической смерти, наверное, самой яркой, что в моей жизни было. И, наверное, точка сборки как-то очень серьезно была смещена. Я изъясняюсь этим термином, потому что предполагаю, что все как бы мы на одном языке общаемся. Вот. И новая жизнь, она вот стала наполненной задачей и смыслом говорить вот на эти темы, потому что хочется, даже если мы занимаемся коммерческой деятельностью, которая нам дает деньги, доход дает, чтобы мы все равно вкладывали семена. Тот, кто может увидеть, тот, кто увидит и считает. Тот, кто не может, пусть он воспринимает форму в том формате, который мы прилагаем. Вот. А в контексте этого размышления хотим показать то, что кое-что, что мы подготовили из коммерческих работ как пример того, что наш подход к роликам рекламы. Вот здесь хочется сказать, что это тоже, это ролики тоже не для, наверное, не для простых людей, которые к этому еще никогда не прикасались. Все же это ролик для друга Володи, для Андреяна Мельникова, который являлся одним из спонсоров, по-моему, Большого Конгресса в 50-м году, для которого был 17-й Конгресс. И он сделал галерею искусств Москва под храмом Христа Спасителя. Вот в этом году она открылась. Мы делали несколько имиджевых роликов. Вот один из них, это работа, это работа, она, Андреяна, он сновидениями осознанными занимается, он сновидец. И мы как-то, узнав об этом, вначале мы часами, по пять часов за встречу общались, и мы поняли, что у него есть определенная любовь, вот любовь к нам. И вот мы решили, предложили ему сделать такую штуку, показать маленькую путешествие с лонической. Это не сон, это реальность, выставка художественные сокровища к России. Громковато. Интересная здесь была история с этим диктором. Мы позвали Артура Битова, известного российского диктора, поработать с нами за звучанием этого ролика. Мы пока работали в студии, мы множество, множество разных комбинаций звуковых пробовали, как дать посыл к этому подходящему, к озвучению этим роликам. И в какой-то момент я вам говорю, давай попробуем с тобой волшебным образом произнести, давай попробуем сейчас произнести больше драмы, давай сейчас больше сделаем сказки, сейчас больше реальности. А потом в какой-то момент говорю, знаешь, помнишь, в 90-х годах была всемирная история Банк Империала. Вот в таком манере вот такой голос. Я говорю, помнишь, какие ролики были? Он говорит, ну, конечно, помню, я их все озвучивал. И вот на краяльское озвучание, то мы поняли, что он озвучивает этот самый голос. Вот еще одна работа маленькая, тоже на тему, на трансперсональную темачку, как я считаю, как мы считаем. Знаете, я 4 года честно и регулярно работал в направлении холотропного дыхания, ходил к Володе, мы там шаманили, танцевали, что-то у нас только не происходило, я помню. Тут есть в этом зале такие мастодонты, динозавры, с кем мы дышали еще много лет назад, я помню, что в какой-то момент я перестал ходить на дыхание, после того, как, в принципе, Володя меня благословил, мы поехали на Випашину, я поехал на Випашину, и вдруг я понял, что вот мой теперь ключик такой, я вот приобрел уже инструмент для домашнего работы, и в какой-то момент это про отпечатки сознания, мы решили такую штучку сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выставка художественное сокровище России. Это папа нашего любимого актера, Олега Соколова. Хороший вопрос в очень тему, потому что я следующим клипом хотел показать одно-но-клип, где главный герой это Олег Соколов как раз. Это его папа. Олег известный актер, он в фильме «Царь» играл, в общем, в театре, кино. Вот, и это его отец, он не актер, он физик, ядерщик, и просто он очень колоритный. Дедушка, он понравился, у нас не с каких работ с новостями. Вот, и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте просто покажу. Мы, наверное, может, многие видели, потому что Володя часто показывает вообще на занятия. Да, Володя? Или уже все? Это сейчас уже? На конференции, надеюсь, нет, не показано. Нет, да? Тогда можно показать. Он у тебя здесь есть, да? А, вот. Ага. Как раз хочется перед тем, как показать, мы на наших семинарах и тренингах рассказываем, в принципе, один из вопросов, который мы поднимаем. Многие люди спрашивают, а где достать вообще то, о чем говорить? То есть мы в какой-то момент поняли, что мы работаем сейчас со слоем, раньше мы работали с людьми, которые уже актеры, которые артисты из разных направлений. Мы как бы совместно делали перформансы, совместно кино снимали. А потом мы стали, мы поняли, что надо расширять как бы свой круг возможностей и поняли, что можно работать с теми людьми, которые сами себя называют офисный понтон. То есть вот, мы начав работать с этими людьми, мы поняли, что люди задают вопрос, а говорят, во-первых, они глубоко, многие люди убеждены, что я не творческий человек. Я там, если я, например, не из семьи Михалкова-Кончаловского, то в мир кино закрыта дорога. Я сам это проходил. Я помню, когда я решил идти в кино, со всех сторон появились вот эти вот программы, вирусные ограничители, возможности. Мы сейчас, работая с людьми, пытаемся сказать, перестроить немножко восприятие, что на самом деле у нас у каждого есть потенциал. Все по образу и подобию мы наделены возможностью на самом деле творить. Очень большое значение имеет этот первый шаг. Вот взять этот прыжок в бездну кастанедовский совершить, просто нырнуть, просто отдаться потоку. И мы даем разные упражнения, людям даем возможность попробовать, попробовать себя в разных творческих сферах. Мы как бы убеждены, что само творчество это такой мистический процесс, что в отличие от искусства, которое социальное явление, творчество, это такое, для нас это как акт некой одержимости, когда не можешь не творить, не можешь не говорить, когда просто берешь кисть и даже иногда не знаешь, что писать, но нужно это извить, потому что это не отпустит. И вот этот, кстати, клип, он был частично в таких состояниях создан, которые я сейчас покажу. Он, дело в том, что мы с Лешей Мышкиным, лидером группы «Одно но», мы полгода встречались и работали над сценарием. Он нам говорил, он монах, Кришнаид, и живет он в храме, и он говорил нам много, что нам нужно обязательно за эту тему осветить в этом направлении под Пайсин. И как-то у нас это все мы делали, то, что мы совместно выдумывали историю, но у нас не стыковывалось. И в какой-то момент у нас начались трансперсональные переживания, они приходят у нас иногда через йогу, цигун, дыхание, шаманский опыт и всяческие другие. И я имею в виду традиционные. Здесь в этой истории как раз развязка, она появилась после долгого какого-то стопора. Мы уже думали, что мы не будем эту историю продолжать, ее каким-то образом разрешать. В какой-то момент мы поехали к нашим друзьям, и у нас слуга, было такое погружение друг в друга, это какое-то, не знаю, тантрическое сплетение, тантрическое, глубокая связь, когда два существа становятся одним, мы вдруг поняли, как сделать здесь развязку, что наш герой, в основном говоря, он должен себя полностью отдать и исчерпать весь свой ресурс и принести жертвоприношение в своей жизни. Здесь у нас такая вот зарисовка родилась. Этот клип, надо сказать, что он не коммерческий, здесь было примерно на 50 тысяч, 350 тысяч меньше, чем себестоимость этого проекта. Мы собирали по друзьям, мы верим в эту группу, потому что мы считаем, что они делают большое дело, они языком мейнстрима, языком хип-хопа, они подросткам, они тинейджерам рассказывают про самые главные вопросы, ставят, освещают самый главный смысл, который, на наш взгляд, стоит вообще здесь освещать. И поэтому мы решили, что мы будем поддерживать эту команду и сделать для них ряд клипов. Володина ученица тоже была. Володина ученица Володина ученица С корнями воровая деревья гордости, дырявые лодки плывут по течению, толкают друг друга с ее на скорости. Любое удовольствие чревато болезнью, громкое славу ведет к падению. Рис кончается финальным рощерком леса, богатство ссорами, опочетами жения. Рождение станет жертвой смерти, благородством, добычей коварной зависти. Чистота здесь исквернится веществе, удовлетворенность сгорит в жадности. Радости утонут в потоках несчастья, заврение ждет каждого кумира. Нево серое придет на смену власти, так если что-нибудь вечное в этом мире, одна мысль, как жизнь запрасная одна вера, несохоржимая, как скалатин бога, без точек всего счастья одна дорога. Воды времени средствуют, готовят грубо, обрывая жизнь под звуки чарующей музыки. Смотри, как мир вступлен на танцун, обьяненные рядовые лисы, растекая волны корыстных желаний, исполненные решимы, где двигаться на пролог пудрецы, переходят эту реку страдать на другом берегу их дома. Они находят покой в священных весах, на их камере без страха садятся голодки, их позднее земля, от изъявных веса, растая и не затея в природе. Их сердца унимают всю вселенную, спасая самых падших и бездольных, их слова в закровенной гранили, их слезы боли людей наполнили. Одна мысль, как жизнь запрасная, одна вера, несокрушимая, как скала, один бог источник всего счастья, одна молитва, одна мысль, как жизнь запрасная, одна вера, несокрушимая, как скала, один бог источник всего счастья, одна горка, одна. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 что у нас уже все это растаял лед и в тот момент мы поняли что нам хочется очень подарить лёше и группе одно новый клип вот этот новый клип он должен быть не такой как что не то чтобы он как бы лёша нас направляет и показывает какую сторону и темы решили что мы сделаем наш полностью подарок это не заказ и это этот ролик он собран из материалов которому на протяжении пяти лет снимали в разных странах мира вот и нет не все их очень многие поддерживают и сейчас у них достаточно много может там делал мы просто внутри для не сделали работы до сих пор покажу вторую это вторая это был наш подарок после вот это работа к этому так что смотрели это под нам очень хотелось искать не просто для них сделать и мы когда честно говоря позвали показали ему клип вы думали что сейчас лёха опять что-то будет какая-то у нас будет непонимание он скажет слушай брат я все не так вижу себе интересно что этот клип который мы только что смотрели он не стал официальным клипом потому что одно лёша сказал что я бы по-другому эту историю вижу а он тщательно так ко всему относится он сам продюсер в такую железная хватка я поэтому мы сделаем как подарок от от поклонников ну окей но мы все равно положим интернет пусть там время покажет получилось так что он стал любимым народным клипом он сам своей жизнью живет и лёша они его не раскручивали но он очень до сих пор рейтинговый но мы сделали новый клип и мы боялись я рассказал показать лёшу немножко мы когда он посмотрел он сказал что брат это говорит ну это наш любимый теперь клип который у нас будет давай срочно делать премьеру мы сейчас уезжаем в индию у нас есть неделя и мы за неделю сейчас делаем пиар-компанию давай его показывать его позвали как-то остался всех своих он они позвали своих главных поклонников давайте вот просто покажу что получилось из этого вот маленькая предыстория этот клип она на песню суфийского поэты мистика руми жила ледина лёша собрал несколько его стихов вместе скомпоновал они сколько лет 700 этим этим с этой поэзии музыка которая здесь играет да паша провин флейтист он написал примерно 10 лет назад он играл музыкой суфийской музыкой в голове одно но было образовано 5-6 лет назад и а мы собирали 5-6 этот материал для эдуарда сагалаева он никуда не вошел и мы поняли что у нас есть вариант сделать такую какую-то историю маленькую то есть открыл как бы 700 лет назад начинался 10 назад музыка появилась потом одно но образовалась потом ему параллельно это еще собирает материал это был просто подарок но вот он стал для нас это искренняя подарочная работника я жил на грани безумия желая познать причины стучался в дверь она открылась я стучал изнутри я понял красота постоянно истаргается из источника шум ключевой воды в ушах и в моем внутреннем пути ветви деревьев вздымаются опадают подобные экстатическим рукам тех кто предался мистическую жертву листья переговариваются как поэт творящий свежий метафор нужно помириться с отцом с изысканностью узора и все что нас окружает наполнится ощущение близости поскольку я влюбленный я никогда не скучаю и и а а и и а Когда ты движешься вокруг Сатур, ты становишься небесным. Когда ты движешься вокруг Копи, ты становишься Рубиной. Когда ты движешься вокруг друзей Бога, ты становишься поднимем человека. Когда ты движешься вокруг души всех душ, ты становишься вечным сокровищем. За пределами представлений о правильных и неправильных действиях есть поле, я встречу тебя там. Субтитры делал DimaTorzok Я не мог найти тебя. Я громко звал тебя, стоя на минуте. Я звонил в храмовый колокол с восходом и закатом солнца. Я купался в водах ганги, но все непросто. Я вернулся из кабы разочарованных. Я искал тебя на земле, я искал тебя на небесах. И, наконец, я нашел тебя, спрятанного, подобно жемчужине, Я искал тебя на небесах. Я искал тебя на небесах. Я звонил в храмовую гостину и таком словами. Я смотрела на небесах. Могу player говорят я не крутаяет. Продолжение следует... Знаете, что мне сейчас очень хочется поставить, чтобы разрядить эту философскую трансперсональную атмосферу, хочется поставить... У нас есть такой формат у театра, который уйдет, это театр для детей. У нас в театре есть взрослое направление, это те, кто хотят говорить о притчах, о мифах и использовать современные формы высказывания. И есть еще детское направление, хочется с детьми работать. Вот есть такая театральная маленькая штучка, то, что для детей делалось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это на основе нескольких детских спектаклей, которые ставил театр, было сделано. Вот если... Ну, это насчет театра, я там сейчас рассказываю. Я хочу еще показать то, на чем можно, да, руку показать? Промо. Да, вообще, что такое это театр, который называется «Солнечный ветер»? Это, вот, ну, автор и художественный руководитель этого проекта. Алло! А, подкази, это не то же? Это не то же. А, подкази, 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 это не то же. А, подкази. А, подкази, это не то же. А, подкази, это не то же. А, подкази, это не то же. А, подкази.